Приветствуем всех на нашем канале Istanbul Dream City. Если вам нравятся наши видео, не забывайте лайк, подписка, колокольчик. Для тех, кто смотрит наши видео на Facebook, благодарим за подписку на нашу страничку и за ваши лайки. Сегодня мы находимся в районе Ускюдар и отправляемся в благотворительный комплекс Кёсэм Султан. Те, кто смотрели сериал Великолепный век Империя Кёсэм, конечно же, помнят о том, насколько большим был комплекс и скольким нуждающимся в нем помогали. Сейчас эта территория не выглядит так величественно, да и сам комплекс разделен дорогами и общее впечатление, конечно, меняется. Но, тем не менее, давайте посмотрим с вами, что сохранилось до наших дней и заодно поговорим о самой Кёсэм Султан. О происхождении Кёсэм Султан достоверно ничего не известно. Более того, неизвестен даже год ее рождения. У историков есть две версии, откуда родом она могла быть. По первой версии она была из Боснии, по второй – из Греции. Большая часть историков склоняется к тому, что она была именно гречанкой. Упоминания о ее греческих корнях есть и в письмах итальянских путешественников. Например, Пьетро де Лавалле в своих письмах в 1615 году говорит о том, что, исходя из того, что он слышал, и если он все правильно понял, то Кёсэм Султан – дочь священника и родом из греческих земель. Имя, данное ей при рождении, нигде не упоминается, но версия, приводимая в неавторитетных источниках, говорит о том, что ее звали Анастасия, но подтверждений этому нигде нет. Почему возникла версия о том, что Кёсэм родом из Боснии? Скорее всего, потому что по одной из версий именно Сен-Джакбей Боснии купил ее в качестве рабыни. А как она попала в гарем Султана, остается вопросом. Возможно, именно им и была подарена. Но, по мнению историков, Кёсэм попала в гарем не позднее 15 лет. Хотя, учитывая, что год рождения неизвестен, то о возрасте говорить сложно. Попав в гарем, она получила новое имя Махпейкер. Кто именно дал ей это имя, достоверно неизвестно. Означает оно Луналикая. Имя Кёсэм дал своей любимице Ахмед Первый. У этого имени есть несколько значений. Первое, и возможно, именно этот смысл вкладывал в имя Ахмед Первый, это самое любимое. Второе значение имени безволосое, то есть имеющее кожу без лишней растительности. И третье значение – независимый, свободный, вожак стаи или лидер. Вот такие интересные значения у одного имени. Думаю, как минимум первое и третье соответствовали характеру Кёсэм. Кёсэм появилась в гареме Ахмеда Первого уже когда он стал султаном. На момент его восхождения на престол он не имел наследников. Скорее всего, именно поэтому не был казнен его брат Мустафа, поскольку существовала угроза прекращения династии. Если с Ахмедом что-либо случится. Мнение о том, что именно Кёсэм в это время повлияло на решение Ахмеда Первого не казнить брата по восшествии на престол, маловероятно, поскольку в его гареме она появилась чуть позже. Кроме того, Мустафа с самого начала не рассматривался в качестве угрозы, поскольку имел психические расстройства. Кёсэм не была первой фавориткой Ахмеда Первого. К моменту ее попадания в гарем у Ахмеда Первого уже была фаворитка Махферузе. Первенец Махферузе Осман родился лишь на несколько месяцев раньше первенца Кёсэм Мехмеда. Судя по тому, что Махферузе впоследствии родила еще минимум два сына, а по некоторым данным три и дочь, то Кёсэм не имела лидирующих позиций в гареме Ахмеда Первого в самом начале. Но уже через несколько лет под влиянием Кёсэм Ахмед Первый отправил Махферузе в старый дворец, где она и провела всю свою жизнь. Не стала она и валиде султан в период правления своего сына. Об этом мы уже рассказывали в предыдущем видео из серии женского султаната. Кёсэм родила Ахмеду много детей, шесть или восемь сыновей и столько же дочерей, что укрепляло ее позиции и влияние на Ахмеда Первого. Хотя в усилении влияния не было и смысла, Ахмед Первый и так был бесконечно привязан к Кёсэм. Относительно того, был ли заключен официальный брак между Кёсэм и Ахмедом Первым, историки спорят до сих пор, поскольку достоверных свидетельств, подтверждающих этот брак, обнаружено не было. Но тут есть один нюанс. Долгое время Кёсэм была регентом султаната при малолетнем сыне. Вряд ли это было бы возможно при отсутствии официального брака. В период султаната Ахмеда Первого Кёсэм практически не оказывала влияния на политическую деятельность государства. В 1617 году Ахмед Первый умер, а на трон зашел его брат Мустафа Первый. Кстати, если влияние Кёсэм на то, что Мустафу не казнили по вошедствии Ахмеда Первого на престол, было невозможным, то вот то, что его не казнили позже, когда у Ахмеда Первого появились наследники, прямая заслуга Кёсэм. Поскольку в первую очередь она переживала о том, чтобы ее сыновья не были казнены по закону Фатиха в случае, если сын Ахмеда Первого и Махфирузе Осман взойдет на трон. Именно благодаря ее влиянию был отменен закон Фатиха. По восхождении на трон Мустафы Первого Кёсэм была сослана в Старый дворец. Там она и провела 6 лет, а ее шахзаде были отправлены в Кафес. Первое правление Мустафы Первого продлилось недолго. Вскоре он был свергнут, и султаном стал Осман Второй. О том, что произошло в период правления Османа Второго, мы уже рассказывали в нашем предыдущем видео из серии женского султаната. Правил Осман Второй также недолго, и в 1622 году был свергнут с престола и убит. Но даже за столь короткое правление с февраля 1618 года по май 1622 года Осман Второй успел казнить старшего сына Кёсэм-султан Мехмеда, опасаясь заговора со стороны Кёсэм, пока сам он будет находиться в походе. Вслед за Османом Вторым на трон вновь зашел Мустафа Первый, а влияние Кёсэм в политической сфере набирало обороты. Пребывание Кёсэм-султан в Старом дворце было непростым временем, поскольку соратником матери Мустафы Первого Халиме-султан был Давуд-паша, у которого в браке с дочерью султаном Эхмеда Третьего было двое сыновей. При поддержке Халиме-султан он планировал устранить потомков Ахмеда Первого, чтобы власть перешла к его детям. Кёсэм, понимая эту ситуацию, принимала все возможные меры, чтобы защитить своих детей. Шихзаде Мурат остался жив только благодаря предусмотрительности Кёсэм, которая спасла ему жизнь и благодаря своим сподвижникам в гареме буквально вырвала сына из рук палачей. В сентябре 1623 года Мустафа Первый был свергнут с престола. В это время два сына султана Ахмеда Шихзаде Боязид и Сулейман отсутствовали в Стамбуле, и следующим султаном Османской империи при поддержке Кёсэм Султан стал 11-летний сын Кёсэм Мурат Четвертый. Учитывая юный возраст Мурата Четвертого, Кёсэм Султан стала регентом султаната, и началась эпоха правления Кёсэм Султан, которая продлится почти 30 лет. После того, как Мурат Четвертый стал султаном, Кёсэм обвинили в том, что именно она организовала переворот. Есть свидетельства, что ей даже пришлось оправдываться перед духовенством. Почти 10 лет с начала правления Мурата Четвертого Кёсэм Султан сконцентрировала в своих руках всю власть в государстве. Она носила титул валиде султан. Официально в течение первых 5 лет правления Мурата Четвертого Кёсэм носила титул регента султаната. По истечении этого срока Мурат взял власть в свои руки, но влияние Кёсэм как на Мурата Четвертого, так и в целом на политику государства продолжалось. О Мурате Четвертом и его правлении есть много легенд и рассказов. Что, конечно же, есть смысл вынести в отдельное видео. Но сегодня я хочу сказать, что получил свое прозвище Кровавый он не зря. Все Шехзаде Мурата Четвертого умерли в раннем возрасте, а своих братьев он казнил. Абсолютным чудом Кёсэм Султан смогла спасти жизнь лишь единственному потомку османской династии Шехзаде Ибрагиму. Именно Ибрагим и станет следующим падишахом после смерти Мурата Четвертого в 1640 году как единственный наследник династии, а полная власть снова окажется в руках Кёсэм Султан. Понимая, что у Ибрагима нет наследников и риск прекращения существования династии очень высок, Кёсэм Султан уделяла особое внимание Гарему сына. В скором времени она поняла, что Ибрагим первый любитель девушек в теле. Кёсэм Султан искала наложниц для сына по всей империи. Вес был главным критерием отбора. В самом Гареме девушкам увеличили порции, добавили в ежедневный рацион много сладостей и запретили прогулки. Любимица Ибрагима Первого весила более 200 килограмм. Ее звали Шекер Пара. Шекер в переводе означает сахар. Так ее и звал Султан, Сахарок. Но как вы понимаете, девушки с таким весом вряд ли могли родить наследника, а уж тем более здорового ребенка. Но к радости Кёсэм Султан вкусы Ибрагима Первого со временем изведнились, и у него родился первенец от Турхан Султан. Психическое состояние Ибрагима Первого оставляло желать лучшего. Совершенно не зря он получил прозвище Безумный. После нескольких лет его правления, его взаимоотношения с Кёсэм испортились, и он выслал мать из дворца. Ситуация в государстве сильно ухудшилась. И в 1648 году государственные деятели во главе с Кёсэм Султан пришли к выводу, что Ибрагим Первый должен быть свергнут с престола. В августе 1648 это и произошло. Также была получена фетва на казни Ибрагима, и через несколько дней после свержения Ибрагим Первый был казнен. На трон зашел внук Кёсэм Султан, Мехмед Четвертый, которому было всего 6 лет. Его мать Турхан Султан стала Валиде Султан. Но поскольку она была еще достаточно юной, всю власть в своих руках сконцентрировала Кёсэм Султан, наделив себя титулом Буюк Валиде, то есть Старшая Валиде. До нее и после нее этот титул никто не носил. Кёсэм Султан за время своего пребывания у власти добилась поддержки многих государственных деятелей. Она выдавала замуж за визири своих дочерей и внучек. Именно во времена правления Кёсэм Султан появилась практика ранних браков в Османской империи. Она ввела новую традицию – выдавать замуж девочек в самом раннем возрасте – 5-7 лет. Самой молодой невесте был один год, и эта девочка была ее внучкой. Девочек выдавали замуж за старых пашей. Как правило, столь ранний брак долгое время существовал только на бумаге, а молодая жена переезжала к мужу примерно в 10-12 лет. Эти браки существовали и были нужны лишь для достижения каких-то целей родителями девочек. Ведь взрослые паши имели статус, богатство и власть. Практически во всех случаях мужья быстро умирали, а девочки оставались молодыми вдовами. Были случаи смертей девочек в родах. Из-за вреда таких браков для девочек они вскоре были запрещены. Из-за столь ранних браков и скорых смертей супруга, некоторые дочери Кёсэм Султан успели побывать замужем 6 раз. В первые три года правления Мехмеда IV абсолютная власть в государстве принадлежала Кёсэм Султан. Но мать юного правителя и не думала сидеть сложа руки. Она активно искала союзников и заручалась поддержкой влиятельных лиц государства. А узнав о том, что Кёсэм планирует свергнуть с престола ее сына и возвести на трон другого ее внука, чья мать была более сговорчивой, Турхан начала действовать. При поддержке своих сторонников она организовала убийство Кёсэм Султан, исполнителем которого стал Сулейман Аган. Так закончилась жизнь Кёсэм Султан 2 сентября 1651 года. Кёсэм никогда не оставляла без внимания нуждающихся. Она вела обширную благотворительную деятельность. В районе Уст-Кюдар был построен ее благотворительный центр, где были и школы, и мадресе, и бани, конечно же мечеть. Несмотря на то, что сама мечеть небольшого размера, сам комплекс по тем временам занимал огромную территорию. Сейчас эта территория разделена дорогами, как я говорила ранее, и не является цельным комплексом. Но тем не менее и мечеть, и хамам, и школа работают по сей день. В библиотеке сейчас располагается библиотека для детей, и она также работает. Внешность Кёсэм всегда интересовала европейцев. Но, как вы помните, портретов в то время в Османской империи не писали. Поэтому представляли Кёсэм в Европе кто как мог, и часто в качестве ее портретов представлялись изображения совсем других женщин. Например, в одной из книг, выпущенной в 1688 году, была помещена гравюра якобы Кёсэм Султан. Но это гравюра Мельхиора Лорка, который умер еще в 1583 году, задолго до рождения Кёсэм. В различной художественной литературе в качестве изображения Кёсэм используется гравюра кормилица Мехмеда IV. В 2012 году на аукционе «Сотбис» была продана картина, на которой изображена женщина, кормящая грудью. Согласно заключениям экспертов, эта картина датируется 1628 годом, и на ней изображена Кёсэм, которая кормит своего сына Мурада или Ибрагима. Но тут есть один нюанс. В 1628 году Мураду и Ибрагиму было 16 и 13 лет соответственно, так что вряд ли бы в этом возрасте она их кормила грудью. Также часто использовали в качестве портрета Кёсэм портрет Жозефины Грассини. Несмотря на столь сложную жизнь, окутанную интригами, заговорами и переворотами, в целом Кёсэм оставила после себя память как очень умной, щедрой и великодушной женщине. Похоронена Кёсэм рядом с Ахмедом I в тюрбе при голубой мечети. Ну а следующим представителем женского султаната стала Турхан Султан. Но об этом в нашем следующем видео из этой серии. Всем большое спасибо за просмотр!